Если вы помните, о чем я говорил перед отъездом в Китай, я говорил об Машиях Рухе Валяхамур, Мессия, едущий на осленке, помните? И я сказал, что это для меня было как бы таким, ну, размышляю какие-то вещи, которые Господь Бог обращает, и я иногда чувствую, вот эти вещи я могу поделиться с общиной, эти для меня лично. Вы читаете Писание? Есть вещи, которые для вас лично, есть вещи, которые надо делиться. Я сегодня перехожу к разбору пророка Захарии. Вообще разбирать пророческие книги из Писания – это неблагодарная работа, потому что ты сразу начинаешь видеть людей в зале, которые отрубаются стоя. Так вот, они засыпают сразу, входят в такую спячку, но я почувствовал это сделать, и хочу это сделать вот под каким причинам. Я не очень люблю разбирать пророчества. Знаете почему? Потому что те части пророчества, которые уже совершились из Писаний, ну, мы можем как-то это видеть в истории. Те, которые еще не совершились, они часто являются объектами спекуляции. Я вам скажу пример спекуляции, вот свеженькой такой спекуляции. Сидим мы с Женей на собрании в Харбине, и одна мадам встает и говорит, «Я поведу остатки колен Звулоновых в Эра-Цисраэль по шелковому пути, подразумевая 20-30 миллионов, и она поведет их». Это называется вот как раз из второго мотива Тимофея, люди, которые обольщают других. И она там нам рассказала какие-то вещи, ну, мы так переглянулись и подумали, если мы находимся в месте, где все следуют ей, то нам нужно отсюда срочно уходить. Ну, и тем более, нам оттуда надо уходить, не из хайфы, нам надо с той компанией уходить, потому что или у них что-то с этим, или с тем. И мы спрашиваем, вы все с ней? И она говорит, нет, первый раз ее видим за три дня, как бы. Но неважно. Я к чему говорю? Пророчества, которые говорят о будущем, их очень сложно истолковывать. И нужно быть крайне аккуратным, говоря слова, потому что Петр, я потом процитирую его слова в моей проповеди, он заявляет, что пророчества, которые еще не исполнились, почти невозможно истолковать, только после того, как это случится, потому что там очень часто используется аллегорический язык. И это подразумевалось то, а не мы думали то, опять оно случилось. А, вот сейчас понятно. Но поскольку в Новом Завете сказано, что все Писание, оно вдохновляет нас, значит, нам все-таки, да, нужно читать пророчества. Спрашивается, для чего? Я вам хочу сказать, для чего. Пророчества, которые еще не сбылись, они чаще всего для нашего сердца, для нашей души. И когда они там наполнены и вещи происходят, вот тогда у нас иногда индикаторы могут загораться. Не всегда правильно, но намного правильнее, если мы вообще ничего не понимаем. И мы, как верующие, должны читать Писание, чтобы они наполняли нашу душу, как индикатор где-то. Второе. Пророчество всегда имеет в себе много обычных, стандартных библейских принципов. И когда мы их читаем, мы видим, о, вот мы будем читать про Егошева, великого Иерея через какой-то момент. О, а мы вот такие же, как и он. Я поясню, когда мы подойдем. Как нам быть с этим делом? Где нам искать избавление? Короче говоря, пророчества, их надо читать, но не быть поспешными в толковании. Есть более низкого уровня ободряющее пророчество, или там ободрить тебя, или наставить, или где-то даже, как это правильно сказать, вставить тебе, чтобы человек взбодрился, если он грешит. Но к всему этому нужно приходить очень взвешенно, очень аккуратно. И поэтому, с одной стороны, и Павел, и Моше говорят, хочу, чтобы все пророчествовали. С другой стороны, говорится, а вы, духовные, все время обсуждайте, правильно ли пророчество. Потому что бывают они и неправильные. Опять-таки, сидим мы с Женей в одной компании в Китае. И тоже один мужичок приехал, говорит, я пастор. Мне Господь сказал, что я из колена Звулона. Докажи, они что-то на Звулоне все там были, и говорят, докажи, покажи. Он говорит, я не могу подсказать, доказать, мне Господь сказал. Когда мне кто-то говорит, мне Господь сказал, у меня возражений уже нет. И когда это касается его одного, то у меня вообще все сабаба. Вот когда человек, мне Господь сказал, поднимает за собою гурьбу и ведет их в никуда. Вот это является большой проблемой. И против этих вещей в Писании сказано, исследуйте, проверяйте, но желайте, потому что пророческое слово может пробудить нас. Поднимите руки, у кого в жизни были пророческие слова, которые вам дали просто направление. Вы поняли, что это для вас было? Немного людей. Серьезно? Так немного? Окей. Значит, будет больше. Значит, будет больше. Перед тем, как я начну читать Захарию, сразу скажу вам, что там есть разные образы. Во-первых, физически живших тогда людей. Эта история происходит во времена, которые называются, как наша община. Как наша община называется? Шавейтион. Это вернувшиеся на Сион. А этот период, про который там написано, называется даже в еврейской истории Шиват-Сион, возвращение на Сион. Это было после 70 лет рассеяния, когда Навуходоносор забрал Иуду и оставшихся лидеров и серьезных людей Израиля в плен. Их там в Вавилоне было примерно 2-3 миллиона, точно никто не знает. Но по Писанию мы знаем, сколько вернулось. Кто помнит сколько? За Рававилем, с Эзрой, с Неемией. Кто помнит? Правильно, 42 тысячи. То есть из 2-3 миллионов только 42 тысячи. Немного, правильно? Нравится людям Вавилон. Наш народ чувствует себя уверенно в Вавилоне, в Лондоне, в Нью-Йорке и в Париже. Ну, в Торонто. Да, правильно. Но 42 вернулось. И Господь говорит сильнейшие слова вернувшимся. Когда я говорю эти слова, то сразу хочу сказать, что пророчества, записанные в священных писаниях, какие-то сбылись уже. Но пророчества иногда сбываются и 2-3 раза. Шиват Сион повторялся с Маковеями, с Баркохбой. Повторялся потом еще. И вот в нашей истории надеемся этот Шиват Сион, о Шавей Сион, о возвращении на Сион. Это уже окончательно мы здесь укрепились. Поэтому мы можем учиться книг-то образа. То есть вещи повторяются. Там есть такой человек по имени Йошуа. На русском написано Великий Иерей. Иерей – это первосвященник. Это Йошуа. И он, мама, человек, у него такое же имя, как у нашего Господа. Только добавлено еще одно «гей». Но Йошуа, его тоже можно, ну это то же самое имя, только позднее там «гей» одну могли убирать. Йошуа, о Йошуа. И он, как первосвященник, был под невероятным прессом, как духовный человек. И чувствовал себя просто хуже некуда. Потом прочитаем. Скажите, вы, как люди духовные, вроде иногда все месудар, бахаим. Все нормально, и работа, и там достатка. Кто иногда себя, несмотря на все нормально, все равно чувствует себя, как будто тебя куриным пометом облили. Бывают такие вещи иногда? Только у четверых? Ага, я спутался. Может быть, вас не куриным пометом, может, вам другим пометом облили. Это духовные переживания. Зарувавель, Зрубавель. Кто слышал это имя? Он был из колена Давида. Он не был рукоположенным царем, но он был лидером. Он был рукоположенным лидером. Вы знаете, я с дерзовнением скажу, Зрубавель напоминает мне мессианское движение. У нас есть помазание, но мы какие-то все в Израиле немножко недоделанные. То есть еще не совсем там, где надо. Как Зрубавель. Он чувствовал, что ему дали власть, но он не знал, что с этим делать. Там был Неемия. Помните такого Неемия? Если вы почитаете книгу Неемии, он был такой очень жесткий руководитель. Написано, и помни, Господь, что я давал много пожертвований. А кто плохой был, он хвастается и просит, чтобы перед Господом записали эти слова. Рвал их за бороды. Давал им втык. То есть такой наглый, ликудний, ну типа, не знаю. Эзра. Эзра. Он был Гаон. В писаниях, во всем он был такой образ руаха Кодеш, который направлял, как святой дух. Ну там были еще разные, эти мы будем читать. Допустим, там написано про роги. Кранот, керен. В писаниях часто встречаются роги. И избадал рогами. Это всегда символ какого-то нападения. Это какого-то атаки какой-то. Если вам снятся сны про роги, молитесь, чтобы Господь сломал их. Потому что это... Потом там про рабочих написано. И в откровении есть про рабочих. Это какие-то слуги Господа, какие-то движения, которые приходят и восстанавливают. Это все образы, аллегорические образы. Но у кого вот... Я вот говорю эти слова, а оно тынь отзывается в нефиш. Вот скажите мне. Есть люди, которые переживают подобным образом. Кони. Мы будем читать про коней в Захарии. В какой книге еще про коней написано? Помните, там рыжие, это война. Пегия, это комбинация рыжего с белым. Это война, но и Господь. Белый конь, это когда Господь приходит. Вороной конь, это когда подорожание, голод и прочее. Бледный конь, это когда эпидемия, смерть приходит. В откровении. Здесь их поменьше коней. Иоанн видел больше коней. То есть он больше в животноводстве понимал, чем за Захария. Я буду читать. Буду периодически останавливаться. И пророчество, хочу сказать вам, это не только информационный язык от Господа. Ну, типа я вот вам сказал, вот тебе вот это знание. Раз, два, три, четыре, пять. Если мы воспринимаем пророчество от Господа, как информационное знание, мы занижаем силу, которая стоит за ним. Написано про Иоанна Крестителя, что с его дней, я сейчас истолковываю сразу текст, что с дней Иоанна Крестителя и до сего дня, когда мы слышим пророчество и можем это пророчество к чему-то применить, мы по сути протягиваем руку и низводим Царство Небесное на землю. Поэтому пророчество это не информация, это когда мы можем стать проводниками божественных сил. И я хочу вам сказать, пусть Господь поможет нам в страхе Господнем это делать. Каждый из нас может являться проводником Царства Небесного на землю. Помните молитву Отче наш? Да будет Царство Твое на земле, как и на небе. Вот мы. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарию, сыну Варахину, сыну Аддаву, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь, обратитесь ко мне, говорит Господь Циваот, я обращусь к вам. Ну это принцип стандартный. Мы когда Тору заносим, как говорим, Обрати нас, и мы обратимся, это принцип жизни. И я вам хочу сказать, сегодняшняя жизнь стала просто сумасшествием. Во-первых, время, все бежит быстро. И очень часто мы настолько замотаны нашими гаджетами и всякой остальной ерундой, что нам нужно почаще провозглашать эти слова. Господь, обрати нас в нашува. И обратимся. Обратимся к источнику. Обратимся к тому, от которого все исходит. И не надо выбрасывать гаджеты, но нужно почаще обращаться к нему. В параллели с этим Новый Завет говорит такие слова. Почаще заходи в свою комнату и молись Богу. У кого есть такой опыт? Вы не реагируете? Заходи в свою комнату. Я даже хотел бы увидеть здесь не только людей, которые более-менее бездетны. Я хотел видеть руки людей, которые закручены. Закручены суетой. И она необходима, когда у тебя дети по дому бегают, и тебе нужно еще заработать, и пятое, и десятое, и ты отвлекаешься. Пусть Господь говорит, обраститесь ко мне, говорит, и я обращусь к вам. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря. Так, говорит Господь, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они, да и пророки, будут ли они жить вечно? Знаете, что слово пророчество, оно не вечное. Слово Божие, слово записанное в священных писаниях, оно вечное. Пророчество пришло, и мы где-то пошли дальше. Но вот тот самхут, авторитет небесных слов, которые записаны в священных писаниях, к ним обращайтесь. Будете жить вечно. Но если будете упрямы, я надеюсь, здесь таковых нет. Если будете делать злые дела, то постигнет беда, я надеюсь, здесь таковых нет. Потому что мы веруем в Иешуа. Правильно? Писания говорят нам, что мы можем приходить к Нему и получать очищение. В Иеремии написано, это сила Нового Завета. И грехов ваших не вспомяну более, но это не причина продолжать грешить. Кто понял, о чем я сказал? Бог прощает нам. Но если мы не занимаемся своим характером, если мы по-прежнему... Помните это высказывание? Это анекдотическое, что пьяница и буян Иван Иванович в душе был кротким и добрым человеком. Дрочун и буян. Но в душе это чушь. Это полная чушь. Не можешь ты быть драчуном и буяном, а внутри быть кротким и доверительным. Или то, или другое. Шестой стих. Но слова мои, определения мои, которые заповедал я рабам моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? Они обращались и говорили. Как определил Господь Саваот поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил. Здесь, Карин, конкретное упоминание о пленении Вавилон. 70 лет в Вавилоне до этого народу Израиля говорилось многократно, не покаетесь будет, будете упрямы, еще и погибнете в пути. И это все случилось. Записано и в библейских книгах, и в исторических опусах, что масса людей погибала, когда упрямились к слову, которое говорит о покаянии. Расскажу свидетельство, не мое. Мне жена моя рассказывала, на самом деле это из ее семьи. Ее дедушка был Руэки Ила. И они жили на Украине. И было пророчество, слово, которое сказало им, если вы отсюда не уйдете, то от голода умрете все. И они были попроще, чем мы. Он взял, собрал обоз, рассказал в общине про все эти дела, посадили в обозе своих детей. И те, кто его услышал, пошли за ним. Остальные посмеялись. Они тогда жили крайне богато. Это тысячу, до Непа, это во время Непа. Я не помню точный год. Короче говоря, они были крайне богаты. Он говорит, даже если три года не будет урожая, у меня в закромах там в подвале столько всего, что я плеваться мясом буду. Короче говоря, собралась часть и ушла. За ним другая часть осталась. Пришли товарищи и сделали... Да, раскулачили. Это было, ну, на Украине, как это называется? Голодомор, помните? Короче говоря, они кушали крыс и котов. И там почти все умерли. А те, кто послушался, пошли в сторону Каспия. И там где-то расселись. И говорит, утром выходили в Каспию. Вода сходила, и было много рыбы. И они просто брали рыбу, собирали и ели. Это все же лучше, чем коты и крысы. Мы в Китае с Женей кушали только кошерную еду. Я вам говорю авторитетно. Мы заказывали куриный суп или бараний суп. Супы меня спасли. А? Там были еще всякие эти вот, но это мы говорили, это не про нас. Мы сфотографировали. Кому интересно, я вам потом покажу. Знаете что? Мы живем сегодня в очень подобном формате. Потому что войны, военные слухи, эпидемии, грады, глады, моры и прочие штуки, они везде витают. Тут подорожание, черный конь. Вот черные кони по Израилю бегают и копытами стучат по полной программе. Правильно? А белорыжие, вроде все спокойно от Господа, но рыжие, военные какие-то эти, все время там и здесь шныряются. Там где-то американцы пытаются договориться с иранцами. И все за наш счет. Короче говоря, вещи очень неустойчивые. Но Господь говорит на меня, смотрите, я сила ваша. В 24 день 11 месяца, это месяц Шеват, во второй год Дария, опять было слово Господня к Захаре. Пророк, это не имейл. Что у кого приходят примерно 5-10 имейлов в день, или это не WhatsApp. Тык-тык-тык-тык-тык. Пророчества так не работают. Когда мне человек говорит, у меня было пророчество сегодня, вчера, завтра, послезавтра, через каждые 4 часа я просто уважаю этого человека, много с ним не разговариваю. Пророчества приходят периодически. Слова и наставления. Мы часто говорим, о Господи, а почему чудеса не случаются часто? Вон у апостола Павла в деяниях апостолов все время было. Помните эту вещь? Если мы распишем промежуток времени деяния из вещей, которые случались, это вещи, которые случались крайне периодически. И я вас уверяю, у большинства из вас они случаются в такой же периодичности. Если вы только обратите к этому внимание и остановитесь и скажете, Господи, благодарю Тебя за то очередное чудо. Вот как чудо было у Гершана в дочке с мамой на море. Правильно? Позвали и вас выкинуло сразу оттуда. Воззови ко мне, и я обращусь к тебе. Воззови ко мне. Писание в любой момент, говорят. И даже если ты полуверующий человек. Кто тут из нас цельноверующий, я вообще не знаю. В 24 день 11 месяца, это месяц Шиват во второй год Дария, было слово Господне к Захарию, сыну Варахию, сыну Адову пророку. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне. Рыжий это воин, красный конь. Стоит между миртами, которые в углублении. А позади него кони рыжие, то есть война, пегие, рыжий с белым. Белый это Господь. А рыжий с белым вместе это под контролем Господа Бога все происходит. И белый это вот Господь просто въезжает, это его планы. Вы знаете, что со всем ужасом того, что происходит там на Украине. Со всем ужасом того, что происходит в Сирии. Со всем ужасом того, что происходит во многих местах мира, про которое мы даже не думаем. Во многих местах Господь производит свои суды. И это как в нашей жизни. Есть ситуации, когда ты можешь выйти из-под обстрела. А есть ситуации, где ты ничего сделать не можешь. Вот написано в Иаково, кто помнит такие слова. С радостью принимайте разные искушения. Помните? А потом тот же Иаков пишет. И когда восстанет на вас сатан, противостаньте ему сильной верой и убежит от вас. То есть мы различаем, что в жизни есть как минимум два, то и три разных направления. Когда мы попадаем в руку Господа Бога, нет что делать с этим. Помните? Еще после погружения в воду написано в Луке. И Святой Дух взял его в пустыню, чтобы испытать его от дьявола. Помните эти слова? Или как и у Иова было. Это ты что мне? Я так подумал. Спасибо. И когда мы в другой раз видим, где мы можем противостать сатану, то есть покаяться в наших грехах перед Господом и закрыть дыру. А вот в некоторых мы не можем. И вот смотрите, сколько над Украиной там, ну как бы и эти посредники, и пятые. Вот сейчас даже африканские посредники поехали. Ничего не помогает. Я не знаю, чего ожидать. Мне больно смотреть на всю эту ситуацию. А что мы можем сделать? А что украинцы могут сделать? А что те могут сделать? Просто плачь. И вот ситуация, она стоит. Мы можем переживать, мы можем молиться. Но мы ожидаем, что Господь как-то вмешается во всю эту ситуацию. И сказал я, кто они, Господин мой? И сказал мне, ангел, говорящий со мною. Я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами. И сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господнему, стоявшему между миртами. И сказали, обошли мы землю. И вот вся земля населена и спокойна. Как бы мнимое спокойствие. Ведь этот конфликт, ну как бы его не вчера начали, даже не год назад. Его начали там в 14-м году. Я про Украину говорю. А может быть еще и раньше там планировали. Мы что, знаем что-то? Вы знаете, я не знаю, вот сейчас, по прошествии той же войны, два года назад. Или вот сейчас пытаюсь разобираться в каких-то вещах, в которых мы живем здесь, в Израиле. И у меня такое ощущение, что какие-то вещи были прописаны уже давно. Какими-то товарищами, начальствами. А мы, как мы, простые люди, что мы должны делать? Я хочу сказать, Писание учит нас, что усиленная молитва праведного может изменять сердце царя. И я думаю, наша позиция – это молиться. Ну, гражданский долг, пожалуйста, надо исполнять. Но я сейчас говорю не о гражданском долге. Я говорю о нашем статусе как верующих людей. Как священство. И вы – царственное священство. Я думаю, это самое сильное оружие, которое мы можем использовать. Если кто-то из нас говорит, давайте возьмем пушку, пойдем будем стрелять. Нас не особо никуда далеко не пустят. И что мы с одной пушкой настреляем? Но мы можем молиться. Господи, помоги, войди в эту ситуацию, разведи. Накажи виновных, ну, в конце концов, накажи виновных. Кто затеял всю эту дрязгу, которая убивает тысячи человек в день? Мнимое спокойствие. Оно тревожно, оно по местам. И все крайне похоже на сегодня. 12 стих. «Ты отвечал, ангел Господень, и сказал, Господи, Господи, Сидержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневался вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мной, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал ангел, говоривши со мною, провозгласи и скажи так, Господь Саваот говорит, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, великим негодованием, негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало гневался, они усилили зло». То есть Бог определил наказание для Израиля в те дни. И кто помнит, Дерек Принц был такой учитель? Да я помню, как Дерек Принц говорил, что Бог благословляет народы через Израиль, а Израиль благословляет напрямую. Бог наказывает Израиль через народы, а народы наказывает напрямую. И вот здесь про это самое написано. Он говорит, Господь разгневался на Израиль за грехи и попустил, чтобы народы его немножко побили. А те пришли и как начали мочить, вот как принято, вот уж сделаем погром, так настоящий погром. И Господь сказал, я им дал чуть-чуть, а они сделали много, я им этого не оставлю, товарищи. Я вам этого не оставлю. И вы знаете, в истории случаются, ну там были всякие товарищи филистимляне, амаликитяне, их вообще нету сейчас, этих народов нету. То есть в Газе они могут говорить, что они потомки филистимлян. Они такие же потомки филистимлян, как мы марсиане. Их нету, их просто нету, Господь судит. Но я думаю, что вот сейчас, помните, год назад, когда мы все были сильно заняты гуманитаркой для Украины и помощью и всем, вот я почувствовал, многие другие почувствовали, нам нужно сейчас что-то думать о Балие. Я хочу призвать вас молиться опять и опять о Балие. Не о Балие мифических колен Звулона из Китая, а тех, у которых в паспорте написано евреи, а они сбежали в Германию или еще куда-то, чтобы они сюда ехали, потому что это определение от Господа. Вы со мной? Вы вздумайте, можете о мне не говорить, может быть, считаете не так, не важно. Мы встречались с нашими братьями мессианскими из Европы, и они совсем так не думают. Они говорят, пускай к нам лучше приезжают. Они даже нам сказали, вы тоже можете приехать, мы вас тоже примем. «Посему так, говорит Господь, я обращусь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Савод, и землемерная верь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так, говорит Господь, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Это случилось тогда. Они там поднялись во времена, после Эзры и Нееми и укрепились. У них были разные проблемы. Но эти же слова мы видим, что их можно просто как копитест наложить на ситуацию сегодня. Здесь есть и города, и уже нету только живущих в городской черте Иерусалима. Знаете, что такое городская черта Иерусалима? Кто знает? Это внутри старого города пройтись. Это сейчас малюсенькая часть. Кто-то сколько там живет? 50 тысяч. В Иерусалиме в Большом живет 800 тысяч, если не 900 уже. Что? Уже под миллион почти. Слава Богу, эти слова, которые Захария говорил две с половиной тысячи лет почти тогда назад, сегодня воплощаются. И такого не было никогда. И вы, царственное священство, люди, которые должны, мы, удерживать это состояние. И поднял я глаза мои и увидел вот четыре рога. Опять рога. В каком это фильме было? Этот шлем с рогами, помните? Как его называют? Джентльмены удачи. Помните он так? С рогами я. Он говорит, и сказал ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил, это роги, которые разбросали Иуду, Израиль и Иерусалим. Потом сказал мне, «Потом показал мне Господь четырех рабочих и сказал я, что они идут делать?» И он сказал, «Эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Вау, я такой как бы бодренький записал три главы истолковать, а столько одну истолковал. Не, я еще буду. И снова увидел я и поднял глаза мои вторая глава. Вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил его, «Куда ты идешь?» Он сказал мне, «Измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его, какая длина его». И вот ангел, говоривший со мною, выходит от другой навстречу ему и сказал он этому, «Иди скорее и скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестность». Это пророчество, которое сбылось на все сто процентов. «Иди, Иерусалим, заселит окрестность и по причине множества людей и скота в нем. Я буду для него, говорит Господь, огненной стеной вокруг него и прославлюсь посреди него». Я не знаю, это про кипат, барзель или еще про какую-то кипа, но когда мы, как верующие люди, осознаем свое место в этом пазле, мы не весь пазль. Мессианское движение это только маленькая часть пазла. Пазл это и земля, это и алия, и экономика, и медицина, и культура, это все. Но мы часть этого пазля, и я прошу вас, братья и сестры, чтобы мы могли понимать, что если мы не будем в этом пазле, то в этом пазле будет дыра. А когда мы в этом пазле, и мы можем поднимать свои молитвы перед Господом, Он совершает то, что Он совершает. Эй! Шестой стих. Эй! Там так и написано, два раза эй. Бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь, спасайся, сион, обитающий у дочери Вавилона. Вавилон только с одной стороны. Если от нас, это на восток. Но есть евреи там, на западе, есть на севере, и есть на юге. И с юга уже, наверное, тоже часть пришла, почти вся. А вот запад, и север, и хоть нас полтора миллиона почти пришло за последние 30 лет. Еще не все выбрались. Тогда численно немногие услышали слова Господа. Я говорил, 42 тысячи из двух миллионов пришло. И опять набирается, к сожалению, второй голут в Европе. И Израиль – это нелегкая страна для жизни. Кто согласен со мной, что нелегкая? Нормально, четыре человека. А остальных легкая. Это очень хорошо. Или у вас один поднимает руку за четверых. Ибо так говорит Господь для славы, Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо касающие вас, ибо касающие вас, касается зеницы ока его. И вот, я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. Тогда узнаете, что Господь Саваот послал Меня. Ликуй, веселись, дочерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаю, что Господь Саваот послал Меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть перед лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Это параллельное пророчество. Тогда, во времена Эзры, до времен Иешуа это случилось. Потом у Израиля были проблемы, опять римляне, сначала греки, потом римляне захватили Израиль. Но мы молимся, чтобы в наши дни это не произошло вновь. И у нас могут быть наши внутрииудейские мини-войны. За реформу, против, за это, против этого, ликуд, мерет, шмерет и все остальное. Я к чему говорю? Это наша внутренняя междоусобица, но в пазле есть место, которое занимаете вы, братья и сестры. Не только наша община, а все те примерно 180 мессианских общин по всему лицу Израиля. Кажется своим уклоном или христианским, или еврейским, но все мы являемся царственным священством. Поэтому номер один, братьев и сестер ругать нельзя. Я могу не соглашаться с какими-то доктринальными вещами в то или другом месте и говорить, надо делать более еврейски, надо делать на еврите, как я сегодня проповедую. Нам нужно делать и так, и сяк, но ругать нельзя, а поддерживать. Тогда, когда семья крепка, я имею в виду, Господня семья, все крепко. Третья глава. И показал мне он Иисуса или Ешуа, Егошуа. На русском Иисус написано. Это одно и то же имя, как у нашего Мессии, Господа. Великого Иерея, это первосвященник, самый высокий духовный пост, стоящего перед ангелом Господним и Сатана, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему и сказал Господь Сатане. То есть, Господь да запретите Сатана, да запретите Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутый из огня. Иисус же стоял, был одет в запятнанной одежде, стоял перед ангелом. Я вам опишу, что там случилось. Короче говоря, когда восстанавливали Иерусалим во времена Неемии и Эзры, все дела шли очень тяжело. Народы вокруг, самаритяне и прочие товарищи все время мешали. Все время приходили там эти, дергали за пояс шахида и все то же самое, что сегодня. И там эмбарго, и там ООН, и там Европейский Союз и всегда были недовольны то, что здесь совершается. И вроде дела строились потихоньку, вот как мы работаем, но постоянное ощущение, что на тебя вылили птичьего или не птичьего дерьма. и это было особенно явно на духовных лидерах, потому что когда на тебя постоянно это выливается, ты даже одежду не успеваешь менять, то тебе очень тяжело делать шаги вперед. Я думаю, вы меня понимаете, многие меня понимают. Короче говоря, в духовной иерархии, хоть Эзра был Гаоном и неемия, был посланник царя Иоушуа, или Иисус, первосвященник, он был самой главной фигурой и на него падали все эти шишки и когда мы читаем на иврите эти слова, он стоял в запятнанных одеждах, то я не ошибся, когда сказал, он был облит дерьмом, потому что на иврите там написано одежды покрыты цоа. Кто знает, что такое цоа на иврите? Молодцы. Кто не знает, посмотрите в словаре. Цоа это человеческие испражнения. Сейчас я вам дам этот вот. И он стоял перед Господом полностью облитый дерьмом, потому что осуждение изливалось на него. И когда здесь написано про сатана, это образ, это не только какая-то духовная сила, это люди, которые противостояли ему. И очень часто, очень часто мы говорим бес попутал, и на сатана скидываем слишком много ответственности. Но лесатен, есть такое выражение на иврите, лесатен, выливать, противодействовать, чаще всего это происходит не от духовных структур, а от человеческих. Когда мы начинаем демонов создавать, говоря за спиной друг друга, или говоря, вот он чушь сделал, и он и так сделал, и сяк сделал. Я как пастор, то есть маленький духовный авторитет по сравнению с великим первосвященником на протяжении 20 лет такие вещи периодически переживаю. Как будто мне хочется скорее в душ снять рубашечку, помыться и одеть во что-то свет. Нам важно следить за своим языком, тогда духовная сила нашего пазоля, она будет сильной. Но я сейчас говорю не только о лидерах, каждый из нас в том месте, где мы есть лидер. И мы часто себя чувствуем облитыми чем? Понятно. Знаете, с другой стороны, Иисус первосвященник это точное пророчество на Ишуа, потому что написано вот идет ангел, вот идет агнец Божий, который что делает? Берет на себя грех, грязь всего мира. Так возлюбил Бог, так возлюбил Бог. Я читаю четвертого стиха с третьего. Ишуа же был одет в запятнанной или загаженной одежде, стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним, снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные и возложите на голову его кидар. Я могу представить, только представить, только чуть-чуть представить, в каком состоянии этот первосвященник человек стоял, он был внутри просто деморализован, потому что на него делали поклепы все, кому не лень. Как важно хранить свои уста от поклепов. Слушайте, говорить на того, на другого, на пятого. Написано в Писании, имея что-то против брата, пойди скажи ему, только не за спиной. Я не очень уверен, в ортодоксальном иудаизме говорят, что часть демонов мы производим нашими грехами. Делаем грех, бац, демон появляется. Вот этот вот сатанчик, который к тому большому сатану присоединяется, стоит и обливает лидера или неважно кого, дерьмом. Но Господь вмешался и Егошуа первосвященник вдруг слышит, снимите с него одежду, возложите на него кидар и торжество. Я хочу провозгласить эти слова для каждого из вас, кто чувствует, что вы немножко в такой одежде, частично хотя бы, просто глаза закройте и поднимите руку. Прошу тебя, Господь, сними запятнанные одежды с нас и одень кидар и торжественные одежды и обнови нашу жизнь. Башем Ишуа Машех. Господь очищает нас, Господь восстанавливает нас, Господь посылает нам милость, если мы уповаем на Него, если мы даже падаем от усталости и возложили чистый кидар, то есть корону на голову и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял и засвидетельствовал ангел Господень и сказал Ишуа. Так говорит Господь, если, это каждому из нас эти слова говорят, если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой, наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сидящими и стоящими здесь. Это почти копитест тех слов, которые записаны в Исаии в 53 главе, за то, что ты послушался меня и предал душу свою на это, будешь стоять среди великих. Это про Ишуа пророчество. Но это пророчество и каждому из нас. Оно каждому из нас. Если ты, если ты будешь делать то, что тебе Господь сказал делать, то ты будешь стоять в месте, которое Господь приготовил для тебя. Я просто хочу говорить эти слова каждому из нас, потому что где-то потерялись люди. Если ты не знаешь, где ты, спроси у него Господь, я хочу служить в формате общины, я хочу делать вне формата общины, я хочу служить перед тобою. И Бог говорит, если ты будешь делать то, что я тебе говорю, то ты будешь стоять со стоящими там какие-то заслуженные личности. Выслушай же Ешуа первосвященник великий, ты и собратья твои сидящие перед тобой, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль на еврите цемах, цомэах, как бы из пустой земли. Это пророчество о Машехе. То есть Ешуа был сам как пророчество о Мессии, его жизнь, этот первосвященник во времена Захарии. И он еще получает пророчество. Когда ты живешь, то твои дела, они способствуют тому, что придет цемах. Это про первое пришествие Ешуа. Я хочу перефразировать эти слова и сказать каждому из вас, если мы делаем то, что нам в пазле определил Господь делать, то мы будем ожидать уже не цемах, а возвращения великого царя, потому что наша жизнь в вере влияет даже на небо. Вот я привожу раба моего отрас, цемах, вырос из пустой земли. И это еще для нас все непонятно. Вот это место из Петра, которое говорит. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Вы обращаетесь к нему, хорошо делаете, как светильнику, который светит в темном месте. Но запомните, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Но это может произойти только, когда Господь позволит. Но нам нужно слышать эти слова, чтобы правильно отреагировать. Во времена прихода Ишуа народ слышал про цемаха. Ицемах это не что-то мощное, это что-то слабое. И как бы продинамили в основном. Хоть были по историческим данным, в Галилее 50-60% населения в первом веке называли себя уверенно аншея дырех. Кто знает, что значит слово аншея дырех? Это переводится как люди пути. Ишуа называл себя я путь истина и жизнь. И говорят, что 50-60% ассоциировали себя с последователями Ишуа. В Иерусалиме таких было намного меньше. Но про это уже написано конкретным текстом в Деяниях Апостолов. В Деяниях Апостолов написано, что примерно 25% населения первого века Иерусалима были последователи пути. Помните эту историю там, где Павел возвращается после своего путешествия и ему говорят, пойди посмотри десятки тысяч уверовавших священников коганим. уверовавших в Ишуа, то, что он о Машиах. То есть это был огромный движ в свое время здесь в Израиле. Сегодня знаете, сколько мессианских евреев в Израиле? 0.2%. Меньше чем 1%. Пусть Господь расширит и увеличит мессианское движение. Поэтому молимся о новой общине, молимся о многих общинах, чтобы Господь сеть эту раскидал и чтобы народ получил больше направления к пути. И пророк продолжает говорить, ибо вот, 9 стих, ибо вот тот камень, который я полагаю пред Ишуа перед первосвященником. На этом камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваот, и изглажу грех земли сей в один день. Что такое изглазить грех земли в один день? Это прямой синоним на то, что сказано о Новом Завете, когда приходит Агнец Божий и грехов их не вспоминал более. В тот день, говорит Господь, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Я надеюсь, что что-то у вас осталось. Я буду продолжать, если Бог позволит мне лизром по Захарии. Давайте помолимся. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Твое пророческое слово могло отзываться в нас. Я прошу Тебя, Небесный Отец, как Муше молился, когда Руох Акодеш взял от его духа и поместил его на семидесяти. Он сказал, я хочу, чтобы весь стан пророчествовал. Я прошу, дай нам страх, Господень. Дай нам чувствовать пророчество и дай нам жить, зная, что мы ответственны, во-первых, за то, чтобы быть святыми перед Господом, за то, чтобы являть, второе, доброе свидетельство вначале своим, потом всем остальным, третье, чтобы мы могли поднимать детей наших в вере. Это наш первостепенный охрают. И четвертое, чтобы мы могли в этом пазле мессианских евреев, которые должны быть светом Израилю, на русском или на любом другом языке, чтобы мы могли воплотить то, к чему Ты призвал нас. Я прошу Тебя, Господь, чтобы это мещиха было на нас. Прошу Тебя, Господь, чтобы это мещиха было на нас. Я молю Тебя, Господь, о том, чтобы Ты даровал нам мир и здоровье, крепость и защиту. Все могут встать. И вархеха адонай ваишмиреха и аэра адонай панавелеха вийхунеха и са адонай панавелеха виясемлеха шалом. Пусть Бог благословит. Вашем ешу о машеях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok